В регионе снова заговорили о спасении хаджибейской дамбы. Причиной ухудшения и без того плачевного состояния сооружения стали неблагоприятные погодные условия. Враганный ветер и сильные волны. Наиболее опасными участками в мэрии назвали места, где проходят трубопроводы от насосных станций. Чтобы предотвратить разрушение дамбы, региональная власть решила подойти к вопросу комплексно. В первую очередь необходимо укрепить тело конструкции и снизить уровень воды в лимане. Эти взаимосвязанные задачи, по мнению главы Одесской областной администрации, значительно уменьшат нагрузку на дамбу. Аварийный стан мы видим на канализационных насосных станциях, как на пятой, так и на четвертой. Уже даже стены вода подходит через стены. Тобто, главная задача сьогодні – это не допустить критичной ситуации и эффективной работы канализационных станций, которые перекачивают воду до Хаджибейского ремонта. Принято решение на цьому тижню провести заседание комиссии техногенно-экологической безопасности при МИКОНКОМ. Мы с тем, чтобы подать материалы на областную комиссию, тогда мы можем рассматривать вопросы о выделении денег из резервного фонда. Я принял решение негайно дать доручение представникам Державной архитектурной академии. Там есть фахильцы, которые бы разработали, скажем так, тимчасовый проект для того, чтобы поддерживать работу канализационных насосных станций. Возможный прорыв дамбы станет катастрофой для целого ряда организаций, расположенных на более чем 20 километров от сооружения. В зону риска попадают железнодорожная ветка, нефтеперерабатывающие предприятия, Одесская ТЭЦ, учебное учреждение и родильный дом. Разрушение конструкции приведет к нарушению энергообеспечения, водоснабжения и водоотведения Суворовского района и центральной части города. Напомню, с 2003 года дамба Хожевейского лимана находится в аварийном состоянии.